Спор из Беркли. Бог из кофеварки. Алина Самойлова. Чтобы они просто не исчезали, когда мы от них отворачиваемся, занимается Бог как нечто всеобъемлющее и всевоспринимающее. То есть для существования вещи нужен взгляд на нее, и Бог обеспечивает ее как константу. И понимаете, в чем мое смущение? Когда я вижу отрицание материи в теории познания, оно кажется мне ненужным. Я думаю, картинка говорит сама за себя обо всем. О том состоянии, в котором Алина разбирает этот текст, по-моему, полностью сказано. Еще слюны не хватает, на мой взгляд, слюны не хватает, и вообще будет круто. Что значит отрицание материи является ненужным? Мне непонятно данное утверждение. Беркли создал систему, в которой можно обойтись без материи. А, я понял, Тимур, понял, Тимур. Может быть и так. Но просто тут реально проблема довольно-таки странная. Чувак предлагает вам теорию, в которой можно обойтись без материи. Говорит, смотрите, вот она. Вот она, ребята. Можно обойтись без материи. И тут Алина парирует. А, как это без материи? Боже мой! Боже, боже, что происходит? Где материя? Где моя материя? Я хочу материю. Дайте мне, пожалуйста, материю. Что? Как? Как? Как это без материи-то? Как без материи строить теории? Боже мой! Черт возьми! Это что-то вроде, когда христианам говорят, а что, Бога нет, знаешь, чувак? И он такой, о, боже мой! Как это без Бога-то, блядь? Как без Бога жить? Ну, то же самое, понимаете? Ну, нормально. Теорию можно построить без Бога. Теорию можно построить без материи. Теорию можно построить без эволюции даже. Вы не представляете. оно не функционально здесь но когда речь начинает идти о боге то здесь все становится иначе и все сказанное беркли обращается просто в единую концепцию которая замыкается сама на себе чтобы про и что просто что-то доказать исходя из своего же основания о боже мой никто никогда так не делал ни одна концепция не доказывает себя из своего же основания ведь ни в одной концепции в начале не находится никаких постулатов и никаких аксиом нет же в наука также не работает наверное да наука не работает на аксиомах даже математика наверно не работает на аксиомах ничто не работает на аксиомах. Ничто не работает на самодеказательном... О боже мой! О господи! Какой ужас! Какой ужас, господи! Ну боже мой, смешно. Боже просто. Я просто напомню на всякий случай, что в принципе научный метод исходит из определенных аксиом. Этот набор аксиом обычно можно выразить таким кратким словосочетанием. Естественная установка. В естественную установку входит ряд фундаментальных убеждений. Например, о том, что реальный мир вокруг нас существует. А приори. А приори существует. Просто вот. Вообще без вопросов. Мы вопрос про это не задаем. Нам не важно. Мы уже решили, что мир существует. Если мир существует, мы исходим из этого. Во-вторых, в этом, если мир существует, объективно существует, помимо всего прочего в этом мире, на этот мир, никаким образом не влияют никакие мистические силы. Никакое колдовство, никакие боги, никакие души на него не влияют. Единственная форма, которая приемлема для научного познания, для естественной установки, и включающаяся в себя бога, это деизм. Именно по этой причине. Потому что бог не вмешивается в мир. Мир существует по своим законам, соответственно. В деизме тоже. Но и соответственно, понимаете, в чем дело? Адеизма так же просто отказаться, как его принять, когда речь идет о науке. То есть здесь мы можем как, ну бог есть, бога нет, бог есть, бога нет. Какая разница? Естественный мир как бы работает, и бог в него точно не вмешивается, и мы в это верим. Изначально верим. Потому что, если бы мы в это не верили, мы могли бы допускать наличие абсолютно любых чудес. Ну, например, таких чудес. Вот у нас огромное количество слоев земли. И в этих слоях земли у нас окаменелости присутствуют. Как они там появились? А вдруг бог их туда поместил? Или дьявол? Или духи какие-то их туда поместили? Да, допустим. В мистической трактовке мира такое возможно. В трактовке мира, где мы допускаем что-то сверхъестественное, по щелочку пальцев появляется все, что мы сейчас видим. И никаких проблем у нас логических здесь не возникает. Наука априори отрицает такой подход. Во-вторых, в-третьих, точнее, есть еще одно третье очень важное правило. Это наука отрицает, собственно, возможность... Чего возможность? Да наука много чего на самом деле отрицает. Во-первых, нарушение бритвы оком она отрицает. Мы как бы рассуждаем насчет самых простых теорий обычно. Если теория слишком сложная, давайте-ка потом мы ее разберем, пока факты наберутся. Давайте пока самые простые пусть поработают. самые простые и вытекающие из возможных фактов, соответственно. Более того, одно из самых важных убеждений это убеждение о том, что законы природы всегда и везде на протяжении всего существования Вселенной работали одинаково. Ну, потому что иначе некоторые методы науки просто перестают работать, типа радиоуглеродного анализа и прочих вообще других методов, которые позволяют так или иначе предсказывать разные временные в общем-то вот эти вот периоды. если законы природы на протяжении развития Вселенной менялись, соответственно, могло происходить все, что угодно. Углерод мог распадаться по-разному. Я не знаю, что еще могло распадаться? Распад, не знаю, радиоактивный распад мог идти по-разному тогда. Если законы мира менялись неожиданно, понимаете? Просто по-разному мог он идти, без проблем. Галактики, галактики, которые мы видим, да, от нас удаляются сейчас, мы наблюдаем это. Они могли не удаляться в какое-то время, они могли двигаться в каком-то другом направлении. А вдруг законы изменились, они начали двигаться таким образом. Мы очень ограничены в наших наблюдениях, на самом деле, если так подумать. Мы просто делаем удобные предположения, которые уже изначально заложены в науке. Вот. Ну просто, понимаете, я здесь обсуждаю не то, что вот науку, утилитаризм и всякая прочая такая фигня. Я сейчас обсуждаю удивление Алины. Алина очень сильно удивлена тому, что Господи, эта теория доказывает себя на своих же собственных основаниях. Все теории так делают. Все. Ну, может, за редким исключением, но научная теория, например, не есть исключение из этого правила. Бог есть, потому что в том мире, который я придумал, он нужен. Беркли уделяет очень много внимания ощущениям извне. Он... Ну нет, Бог на самом деле не нужен. Я могу предложить концепцию, в которой восприятия создаются творческим сознанием самого человека, я, например. Я сам, я сам, и каждая душа вокруг меня, все мои души создаем такой общий воображаемый мир, допустим. И никакой Бог нам не нужен данной концепции. Ну, просто Бог один из вариантов в данном случае. Я могу, в принципе, написать все то же самое, что и Беркли, только вот теорию Бога немножко вот пододвинуть и вместо него поставить творческое, разумное или неразумное, неважно, какое, спонтанное или не спонтанное я, и разворачивать теорию, исходя из этого. Пам-пам-пам. А Бог у Беркли был, ну, потому что он, собственно, верующий. Ну, вот. Отказывается от абстрактных идей, но для меня остается совершенно непонятным, каким образом во всю эту концепцию можно уложить понятие знаний. И вы уж извините, я буду использовать свое понятие, я буду рассматривать знания как систему идей, в которой подчеркнуто существуют внутренние логические связи. Например, знаешь... Ну, систему Беркли, в ней существуют внутренние логические связи. если ты знаешь систему Беркли, по мнению Беркли, наверное, ты знаешь, как устроен этот мир на самом деле. Ну, и значит, ты обладаешь знанием, все круто. Знание об этой камере является для меня совокупностью идей. Это идея и как о материальном предмете, это идея и о функциональном предмете, это и идея объектива, это система всех ее составных идей, между которыми я провела логические связи и собрала это в единый предмет. И это и есть знание. И сами по себе знания можно считать тем, что без обработки основ, без каких-либо первичных идей, а уже в полной системе переходит к нам. То есть, я не буду, например, познавать идею удочки с самого нуля. То есть... Что такое идея удочки? Мне это не нужно. Эта идея, как составная, уже была готова до меня и я познаю ее целой. И делать я это буду уж точно не за счет своих... А как она познает целой идею удочки? В смысле? То есть, ты не будешь учиться пользоваться удочкой, ты не будешь познавать отдельно леску, отдельно вот эту штуку, которая крутит, да, там, я не знаю, как это все называется, спиннинги там вот эти всякие, я не разбираюсь, я вообще никогда не рыбачил. Ладно, один раз, я один раз в жизни рыбачил, в общем-то. Крючок там будешь познавать, приманку. Ты-то все как-то целостно пытаешься познать? Каким образом, я не знаю тогда. Интересно, интересно у тебя представление, как ты целостно познаешь удочку. Удочку. Ощущений, но по Беркли это невозможно. И такая важная вещь, как функциональность предметов в логике Беркли становится так же недоступной. Так, функциональности предметов нет. Да, функциональность предметов мы ее придумываем. Алло. То, что вот этой штукой я как бы выкручиваю непосредственно что-то, вот, да, отвертка, это отвертка, я что-то и отворачиваю, это, ну, как бы, не единственный способ ее использовать, это на самом деле просто предмет. То, что этот предмет сделали специально для того, чтобы что-то откручивать, да, соответственно, это еще не говорит о том, что у него есть какая-то функция, функциональность, которая находится в мире идей. Я на самом деле могу этим предметом, не знаю, расколоть кому-нибудь башку. Ну, например, почему бы и нет, да, могу расколоть кого-нибудь башку. Могу мясо набивать, короче, я готовлю мясо, допустим, и я набиваю отверткой мясо каким-нибудь образом. Мне нужно обязательно взбитое такое мясо, и я набивать его могу отверткой. Почему бы и нет? То есть, я могу использовать отвертку по бесконечному количеству функциональных назначений. А вот так и таким образом Алина может использовать отвертку в качестве фалоимитатора, например. А даже таким, если ничего не страшно, можно и таким образом, соответственно. То есть, функциональное количество средств, способов использовать отвертку бесконечно. Алекс пишет, можно как рычаг использовать? Можно, конечно, можно. Более того, на протяжении большей части своей жизни, я как бы, ну как больше, в детстве я использовал в качестве отвертки вот этот ножик. Он тут, видите, даже немножко затуплен. Вот, видите, там острия нет, это потому, что я им отворачивал что-то постоянно в детстве. В детстве очень любил, ну, нужно было что-то отвернуть постоянно и отворачивал. Иногда ножницы использовал вместо отвертки. Хотя ножницы вроде бы не отвертка, да, как бы по определению, но почему-то функцию отвертки они выполнять в некоторых случаях могут. Если наловчиться, особенно вообще просто. Ну, то есть, функции у предметов-то на самом деле не то, чтобы они объективно существуют. Функции мы им придаем, мы им как бы ментально задаем функции для разных предметов. Ну, или, например, мышка, да, что очевиднее, что очевиднее, мышка. Что можно с мышкой делать? Ну, вроде бы в компьютером, да, пользоваться, но Давид мог бы швырнуть ее в лицо Голиафу, и Голиаф умер. Вот вам, вот вам, видите, многообразие использования предметов. То есть, соответственно, 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 функции предметов, ну, это тоже одна из таких теорий, скорее, теории языковых даже скорее. То есть, понимаете, это не онтологические свойства предметов. У предмета нет, хотя, знаете, можно представить свойства предмета ножа, как это способность резать, да, например, но тогда надо опять же бога допускать, или мир идей, или что-то такое, где, в общем-то, существует это свойство, эта функция отдельно от ножа. Если мы представляем себе номиналистический мир, оторванный от всего идеального, материальный мир в таком случае, да, материальный номиналистический мир, в нем все эти функции являются абсолютной чушью. Алекс пишет, скорее, прямая функция, которую вкладывал создатель, изобретатель вещи. Но так ее не существует. Она существует только в мнении вот этого чувака, который ее создал. Понимаете, в чем дело? Она просто объективно не существует. Мы сейчас речь ведем на уровне антологии и теории познания. Потому что Беркли вел речь на уровне антологии и теории познания. Понимаете, в чем дело? То, что вы можете придумывать разные назначения для вещи, и более того, вы можете даже подумать, а вот человек, который придумывал эту вещь, он дал ей такое назначение, и значит, у нее такое назначение, это не уровень антологии и теории познания. Это немного другая тема как бы получится. Это определение из другой области уже будет. Вот, вот, вот. Или если ваше определение в данном случае претендует на онтологичность, у вас должен быть отдельный мир идей, в котором прямая функция, это такая вот идея, которой создатель ее вложил туда и еще в мир идей отправил эту идею, послал посылки в онтологический мир идей, соответственно. А вам нужно слишком много допускать всякого, чтобы перевести вот это высказывание на уровень онтологии. Поэтому давайте-ка дальше пройдем, что там Алина нам скажет. А теперь, чтобы закопать себя окончательно, я сразу извинюсь, извините, я представляю вам помпезную догма-теорию опровержения бога через кофеварки. Убейте меня, пожалуйста. Через кофеварку. Ну да ладно. Давайте представим такую ситуацию. На кухне у меня стоит самая обыкновенная кофеварка. Помимо того, чтобы воспринимать ее как просто предмет с плотностью, формой, цветом, я также отношусь к ней как к бытовому прибору. То есть в кофеварке содержится идея бытового прибора. Я понимаю ее функциональность, потому что у нее есть кнопки. В кофеварке содержится идея бытового прибора? Что? Перепатетизм я слышу какой-то? Что? Алло? Я не понимаю. Что? Аристотель? Ты ли это? В кофеварке, внутри кофеварки содержится идея бытового прибора? Что? Господи. Господи, как идеалисты надоели. Придумывают всякую чепуху на ходу просто. Она может приготовить мне латте, она может приготовить мне капучино. Может все сболтать, но... А можно еще в нее говна налить и она тоже что-то приготовит, наверное. Ладно, окей. Примешивать. Но помимо идеи кофеварки как бытового прибора, существует еще и идея технологического устройства кофеварки. Это не то, как пользоваться. И как она существует, что, что, где существует идея? В кофеварке тоже? Этим предметом, а то, из чего он состоит, как он работает, то есть все эти странные схемы, штуки, которые я, как истинный гуманитарий, просто не понимаю. Если она, кстати, юрист, она не гуманитария, ребят, напоминаю. Но она представительница общественных наук. Идея кофеварки как бытового прибора и идея технологического устройства кофеварки — это две совершенно разные идеи, которые были получены совершенно разными алгоритмами из совершенно разных составляющих. И в один прекрасный день случается так, что все носители идеи технологического устройства кофеварки погибают. Они не оставляют абсолютно никаких записей, они никому не оставляют никаких данных, то есть у нас остаются... Цунада спрашивает. Очень хороший вопрос. Когда рабочие собирают кофеварку, то куда кладут идею? Мне тоже очень интересно. Сами кофеварки и заводы, которые эти кофеварки производят. Заводы при этом абсолютно автоматизированы, нам не нужно там ничего подстраивать, переделывать. То есть мы просто будем пускать туда электричество, и новые кофеварки будут воссоздаваться вновь. И таким образом, мы мало того, что получаем ситуацию, при которой идея существует вне разума, она еще и зацепляется за материю. И бог, главной функцией которого является... Не понял ничего здесь, какая-то чепуха пока. Перенос идей к душам ничего не может сделать, потому что такими сложными конструкциями, как составные идеи, он уже не оперирует. Таким образом, бог теряет свою самую главную характеристику, и возникает вопрос, существует ли он тогда? Хуйня полная. И весь подход Беркли... Хуйня вообще-вообще пиздец. Чепуха. Понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что, ну, постулирование бога Беркли, ну, по сути, да, действительно, нужно только для того, чтобы кто-то восприятие нам давал. Но восприятие мы можем давать себе сами. Также они могут приходить из внешнего мира, соответственно. Ну, не знаю, можем ли мы сами себе восприятие давать, но когда я, например, сплю, когда я, например, сплю, вроде бы никакой материи нет, а сны я вижу. То есть, да, сны вроде бы состоят не из реальной материи, но сны при этом я реально как будто бы вижу. Очень интересно. Очень интересно, в общем-то, да. Алина, когда спит, мне интересно, она думает, что она попадает в альтернативную реальность в данном случае? Кстати, тоже интересный случай такой. Вот интересно, что она думает, когда она спит просто. Ну, поехали дальше. То есть, там бога-то опровергать особо и нечего. Он не особо и подтвержден, чтобы его опровергать. Вот это именно, когда ты такими окольными путями, выстраивая себе подкладочки со всех сторон, пытаешься выстроить огромный самозависимый мир, в котором все работает само по себе и от себя самого. Наверное... Господи, ученые так же делают. У них тоже самозависимый мир, который работает сам в себе и ради себя самого, и это нормально. Именно так и выглядит жизнь истинных сенсуалистов, когда ничего, кроме того, его просто нет. Знаете, мне не хотелось играть просто в восторженные пересказы, мне не хотелось сделать какой-то конспект для лекций. Я поставила себе задачу просто продолжать логику Беркли до тех пор, пока она сама себя не врежет в тупик. Но... У тебя не получилось. Но здесь тоже можно сомневаться, потому что подмены были вполне вероятны. Для меня Беркли стал небольшим таким маленьким звоночком о том, что философия это такая очень странная территория знаний, где допустим... Да нет никаких знаний, Алин, знаний никаких не существует. У меня для тебя плохие новости, никаких знаний не существует, поэтому... Ну, вот такое... Стима, немножечко, немножечко, щепоточка фривольности. Я ни в коем случае не говорю это с негативным... Философия не наука, во-первых, важно понимать. Наука... Это уже... Наука это философия и довольно догматичная, с довольно догматичными методами, которые, ну, как бы, уже много веков существуют. С каким-то оттенком, хотя, возможно, это именно оно и есть, просто ощущение очень странное. Собственно, поэтому ролик получился именно таким. Ну, ты бы еще каста не дупочитала, как бы. Ну, то есть, раз. Во-вторых, мне очень странным кажется критиковать Беркли, потому что, ну, сторонников берклеанства очень мало в целом. Ну, то есть, Беркли не то, чтобы очень большой враг внутри философии или какой-то большой враг науки. Я просто знаю очень колоссальное, маленькое количество фанатов Беркли. Даже наоборот, почти все, кого я знаю, Беркли просто, ну, презирают, ненавидят. Как по мне, наоборот, Беркли крайне интересный персонаж в истории философии. И опровержение Беркли, по-моему, глупая задача, потому что фанатов Беркли, фанатиков Беркли, любителей Беркли, вы не то, чтобы встретите на каждом углу. И в этом смысле мы, конечно, должны так или иначе подумать о том, что мы, зачем мы вообще пытаемся докопаться к философии Беркли. Просто потому, что нам она не нравится. Окей, она почти никому не нравится. На этом у меня все.